МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа «Республика». С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты и я, Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. Я в аграрии пошел. В одной из школ республики открылся специализированный класс, где ребята детально изучают естественные технические науки. В современные технологии лечения в новом корпусе онкодиспансеры идут плановые операции. Семья превыше всего. Следующий год в Чувашии будет посвящен родителям. Четвертый этап переселения граждан из аварийного жилищного фонда развития туриндустрии и строительства Большого соборного храма в честь преподобного Сергия Радонежского в Чубаксарах. Эти и другие вопросы рассмотрели на рабочем совещании и очередном заседании Кабинета министров Чувашии. С подробностями Родион Архипов. За 10 месяцев текущего года республику посетили 150 тысяч туристов. Интерес к Чувашии растет. Об этом свидетельствует статистика. Доход от предоставления платных видов услуг в сфере туризма и сервиса составил 970 миллионов рублей. И это не предел члены правительства одобрили законопроект о внесении изменений в закон о туризме, который расширяет полномочия исполнительного органа власти, осуществляющего государственную политику в этой сфере. В этом бизнесе важна прозрачность и открытость, отметил Михаил Игнатьев. На заседании Кабинета министров рассмотрен проект постановления о распределении средств республиканского бюджета на четвертом этапе переселения граждан из аварийного жилищного фонда по муниципальному образованию. На его реализацию средства из республиканского бюджета не предусмотрены. Заканчивается эта программа. Все остальные жители аварийных домов, которые по разным актам признаны после 1 января 2012 года, будут получать жилищные площади неаварийного жилищного фонда на возмездной основе. Или это будет ипотека, или на частичной возмездной основе. Обсудили также вопросы дальнейшего финансирования строительства Большого соборного храма в честь преподобного Сергия Радонежского в Чебоксарах по улице Калинина, реализацию проектов моногорода Канаш и газификацию завожия. Родион Архипов, Игорь Зверев, Республика. Онкологическая служба Республики продолжит совершенствоваться. В перспективе в Чувашии намерены выстроить полный цикл медицинской помощи в этом направлении. От обследования до полного лечения. Подробности в следующем материале. В хирургическом корпусе онкодиспансера сейчас работают все шесть операционных блоков. Медики отмечают, что проблем пока не возникает. Осенью сюда были переведены три отделения. Все работает безукоризненно, никаких проблем нет. И я думаю, что и персонал, и пациенты должны быть очень довольны. Мы планируем максимально увеличить количество операций по ВМП. На сегодняшний день, конечно, планируется около пяти тысяч этих операций. Но я думаю, что прям мгновенно все пять тысяч мы просто завтрашний день это не получится. Но мы постепенно будем в кратчайшие сроки наращивать этот объем. По словам врачей, условия изменились кардинально. Онкологическая служба республики уже сейчас вышла на новый уровень. В реанимационных и операционных отделениях установлено самое современное оборудование. Изменились и условия работы медсестер. Для них разработали специальный ресурс. Введены базы данных, не бегая друг к другу, не создавая свято. За этим рабочим компьютером информация идет, вводная дается, и уже медсестры делают свое дело. Мы знаем, что у кого прописано, что кому удается. В онкологическом диспансере активно внедряют и новые методики лечения. Чебоксарских медиков консультируют коллеги из Москвы и ведущие научные институты. На базе диспансера проводят мастер-классы, конференции и семинары. В следующем году здесь намерены улучшить и качество диагностики. В хирургическом корпусе откроется лаборатория молекулярной генетики. Если раньше мы смотрели только клеточки под микроскопом, потом мы спустились чуть глубже, стали изучать молекулярный состав этих клеток опухолю, то сейчас самое современное, что в медицине происходит, это генетические поломки. То есть знать, с какого момента запустился этот пусковой механизм развития опухолевого заболевания. Будущие онкологии за этими методами, говорят врачи. Развитие службы власти республики поддержат. Средства на открытие лаборатории будут заложены в региональном бюджете. Дмитрий Ковалев, Иросль Мухаммедов, Республика. В первый раз в агрокласс в одной из школ Красноармейского района открылся специализированный класс, где ребята детально изучают естественные технические науки. В дальнейшем это поможет им определиться с будущей профессией. Агроном, тракторист, ветеринар, инженер-технолог. Выбор специальности в сельскохозяйственной сфере велик, как нигде. Понять тонкости профессии и освоить новые направления. Перед 79-ю десятиклассниками стоит непростая задача. Задания по самым предметам повышены сложности, а в роли лекторов выступят преподаватели сельскохозяйственной академии. Я хочу считать дополнительную химию, биологию и математику, чтобы успешно сдать экзамены и поступить. Я только ради математики, потому что обстоснания здесь не пропадают. Но чтобы математику хорошо сдать, я пришла. В сочетании теории и практики ключ к успешному обучению. Школьников ждут экскурсии на предприятия АПК и фермерские хозяйства, мастер-классы и интерактивные занятия. Это будет полезно нашим детям, выбирая именно профессиональные ориентации. И со школьной скамьи наши дети смогут приобщиться к университетской жизни. Потому что в эти агроклассы предполагают выездные академические субботы. То есть занятия будут проводиться на базе сельхозакадемии нашей. И кроме того, я думаю, наши дети потом вернутся к нам в село и будут поднимать наше село. Вот это самая главная задача наша. По окончании обучающей программы каждый ученик получит сертификат и дополнительные привилегии при поступлении в Чувашскую государственную сельскохозяйственную академию. Траковская школа – базовая площадка этого проекта. В скором будущем такие агроклассы планируют открыть и в других районах. Татьяна Леонтьевна, Надежда Яковлева, Олег Якимов, Республика. 2017 год в Чувашии будет посвящен матери и отцу. С этой инициативой главе Республики обратились республиканские советы. Соответствующий указ Михаил Игнатьев подписал сегодня. Мы считаем, что семья – это главное в жизни каждого человека. И не просто создать хорошую семью. Этому нужно обязательно учить. И свои проекты мы направляем как раз на то, чтобы показать внимание, отношение к родителям. Что крепкая семья, стабильная семья, семья просто, она может быть при наличии только двух родителей. Это обязательно мамы, которые свою функцию несут в семье. И обязательно папы, которые свою миссию выполняют в семье. В этой семье будут и традиции, в этой семье будут и крепкие здоровые дети, и продолжение рода. Вот на это направлена вся наша работа. Совместная работа Совета Женщин и Совета Отцов уже принесли определенные плоды. Мы с вами вышли на второе место в Привозском федеральном округе по наименьшему количеству разводов. Это глава республики всегда на всех совещаниях, на всех форумах, на встрече с молодежью всегда говорил о роли отценности семьи, о роли отца и матери. И сегодня этот указ говорит о том, что новый подход, новые отношения к матери-отцу, новые отношения к формированию будущих мам и отцов. В Чубаксарах состоялся первый открытый форум, посвященный проблемам доступности инфраструктуры для инвалидов. Не случайно организатором выступила прокуратура Чуваши. Ведь зачастую именно им приходится отстаивать права маломобильных граждан и следить за выполнением законодательства в этой сфере. Качество жизни почти 90 тысяч людей с ограниченными возможностями напрямую зависит от таких, казалось бы, незаметных на первый взгляд мелочей. Пандусов, индикаторов, разметок, адаптированных спусков, лифтов. Такое количество инвалидов зарегистрировано в республике. И связь с миром им помогает держать соответствующая инфраструктура. К сожалению, из тысяч учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, лишь десятки полностью адаптированы под нужды этой категории людей. Мы стали проводить такие плановые проверки. В каждом районе практически были охвачены все учреждения, которые необходимы для нужд инвалидов. И было тогда установлено, что практически ни одной из них не было доступно для инвалидов и маломобильной группы граждан. Этот вопрос стоит. И вот мы сегодня решили его обсудить и посмотреть друг в другу глаза и услышать от министерств и ведомств их комментарии. В режиме онлайн решать наболевшие вопросы оказалось гораздо продуктивнее. Тем более, что за одним столом собрались компетентные люди. Представители прокуратуры, министерств и ведомств, отвечающих за формирование доступной среды. А главное, те, кто не понаслышке знает о насущных проблемах инвалидов. Руководитель общественной организации «Свобода» Павел Никитин напомнил, что в Чебоксарах можно пересчитать по пальцам адаптированные автобусы. И использовать их в интересах инвалидов не удается. Самой распространенной проблемой является отсутствие поручней, кнопок вызова персонала в зданиях. Также часто при установке нарушаются технические нормы. Есть и положительные примеры. Системно, пошагово работают в этом направлении в столице республики. Чебоксарцы уже привыкли к говорящим светофорам, пандусам, специальным разметкам. В целом, за 2014-2016 год, когда заработала, по-настоящему заработала программа «Доступная среда» в республике, и мы очень, на самом деле, благодарны и республиканским органам власти, у нас было выделено на эти цели 64 миллиона, более 64 миллионов. В 2016 году мы более 18 миллионов направили на сейчас реализацию. Такие форумы помогают определить слабые звенья во взаимоотношениях всех заинтересованных структур. Устранив их, мы можем открывать двери тем, кто в силу жизненных обстоятельств имеет ограничения по здоровью. Татьяна Филатова, Игорь Зверев, Республика. Святейший патриарх московский в Сеяруси Кирилл отмечает свое 70-летие. Праздничные мероприятия по этому поводу состоялись в Москве. На торжественном вечере присутствовали руководители государства, гости из других стран, представители Русской Православной Церкви, общественные деятели. В числе приглашенных было глава республики Михаил Игнатьев. Патриарха с юбилеем поздравил президент России. Владимир Путин вручил ему орден за заслуги перед Отечеством первой степени. Юбилейный вечер с концертной программой прошел в Зале Церковных Соборов Московского храма Христа Спасителя. Для миллионов людей во всем мире вы олицетворяете высокий авторитет Русской Православной Церкви. Являетесь преданным продолжателем ее традиций, выдающихся деяний ее подвижников, которые внесли неоценимый вклад в утверждение христианских ценностей. Сыграли огромную роль в становлении и развитии государства российского. Русская Православная Церковь – это великий проповедник любви к Отечеству, его мощная нравственная защитница. Она всегда отстаивала принципы добра, правды, верности нашей стране. Русская Православная Церковь, наряду с нашими традиционными конфессиями, главная духовная опора нашего народа и нашей государственности. Михаил Игнатьев выразил слова признательности святейшему патриарху Кириллу за постоянное внимание к республике. Предстоятель Русской Православной Церкви, в свою очередь, поблагодарил Михаила Игнатьева за труды на благо родной земли. Напомним, патриарх побывал в нашей республике в августе 2015 года. Святейший патриарх Кирилл принял участие в богослужении в Покровско-Татьянинском соборе в Чебоксарах и в храме святого Владимира в Новочебоксарске, а также заложил камень в основании храма в честь преподобного Сергия Радонежского. Российского конкурса «Фокусе семья» специальным призом жюри отметила программу национального телевидения «Большое сердце». Ее автор Егатерина Маркина в одном из выпусков рассказала о семье Надеждиных. В ней воспитывается четверо детей, трое своих и один приемный мальчик Дима. В Москве прошло награждение победителей конкурса журналистских работ. Организатор конкурса – фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Было прислано более 500 журналистских материалов из 69 регионов страны. Работы рассматривались в нескольких номинациях. По семейным обстоятельствам статус «Особенная семья», «Трудности трудных» и другие. Общественная палата России опубликовала рейтинг пьющих регионов. Чувашии в их числе нет. Но у специалистов уровень потребления алкоголя в республике вызывает опасения. Сразу после нашей программы смотрите интервью по существу. Гость студии – главный специалист, психиатр, нарколог Минздрава Чувашия Ирина Булыгина. Я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения Чувашия. Редактор субтитров А.Семкин